Пётр Порошенко, пятый президент Украины. Все подробности инаугурации в нашем выпуске. Конфликты внутри террористических группировок боевиков. В Донецке убит помощник председателя так называемой Донецкой Народной Республики. С ветерком по улицам Таллина в эстонской столице проходит слёт любителей мотоциклов Харли Дэвидсон. Добрый вечер. Новости на канале БТБ. Спасибо, что смотрите нас. Украина с новым президентом. Пётр Порошенко принял присягу на верность украинскому народу и вступил в должность главы государства. В стенах Верховной Рады он произнёс слова клятвы на Конституции и Евангелии. За церемонией инаугурации наблюдала наш корреспондент Наталья Пругар. Утром вокруг Верховной Рады суета. Солдаты почётного караула репетируют встречу гаранта. Уборщицы чистят красную дорожку, по которой пройдёт будущий президент. Опрессов ожидает почётных гостей, чтобы расспросить, чего они ждут от нового главы государства. Кортежи с приглашёнными подъезжают к парламенту один за другим. Только иностранных делегаций ожидают более 60. Треть из них – уровня глав государств и правительств. В церемонии присяги президента традиционно начались гимны, которые уже более двух десятков лет исполняет хор в верёвке. Президент тоже подпевает. После оглашения официальных результатов досрочных выборов председателем ЦИИ и главой Конституционного суда Пётр Порошенко присягает на верность украинскому народу. Я, Порошенко Пётр, волей народа, избранный президентом Украины, заступая на этот высокий пост, торжественно присягаю на верность Украине. Обязуюсь всеми делами оберегать суверенитет и независимость Украины. Заботиться о благе Отечества и благосостоянии украинского народа. Отстаивать права и свободы граждан, придерживаться Конституции Украины и законов Украины. Исполнять свои обязанности в интересах всех соотечественников, повышать авторитет Украины в мире. После присяги гаранту вручили почетный знак президента, гербовую печать и булаву. После чего глава государства обратился к украинскому народу. Украина была, есть и будет унитарной державой с единственным государственным языком, украинским, но гарантирует свободное развитие русскому и другим языкам. Петр Порошенко также призвал провести досрочные выборы в парламент и объявил, что готов немедленно подписать соглашение об экономической ассоциации с Евросоюзом. Своей первоочередной задачей на посту главы государства Петр Порошенко видит урегулирование ситуации в стране. Как и обещал, он представил мирный план для Украины. Настойчиво призываю всех, кто незаконно взял в руки оружие, сложить его. В ответ гарантирую, во-первых, освободить от криминальной ответственности тех, на чьих руках нет крови украинских воинов и мирных людей. И тех, кто не причастен к финансированию терроризма. Во-вторых, контролированный коридор для российских наемников, которые захотят вернуться домой. В-третьих, мирный диалог. В знак уважения отдельно президент обратился к жителям Востока Украины на русском языке. Пообещал, что власть ни при каких обстоятельствах не оставит их в беде. Петр Порошенко в ближайшее время намерен посетить Донецкую и Луганскую области. Пообещал приехать с миром и программой экономического развития, которая победит безработицу и бедность в регионе. Заявил, что готов к диалогу, но с легитимным партнером. Для этого, по его мнению, на Донбассе следует провести досрочные выборы в местную власть. С чем я, как президент, приеду к вам в самое ближайшее время? С миром. С проектом децентрализации власти. С гарантией свободного использования в вашем регионе русского языка. С твердым намерением не делить украинцев на правильных и неправильных. С уважительным отношением к специфике регионов. К праву местных громад на свои нюансы в вопросах исторической памяти, пантеона героев, религиозных традиций. С проработанным еще до выборов совместным проектом с нашими партнерами из Евросоюза. По созданию рабочих мест на востоке Украины. После торжественной речи гости приветствуют пятого президента Украины аплодисментами с криками «Слава Украине!». Приглашенные высокопоставленные гости делятся своим видением, что должен прежде всего сделать новый глава государства. Президент Литвы Даля Грибаускайте подчеркнула, очень важно, чтобы новый глава государства понимал свою ответственность перед народом и необходимость прислушиваться к меньшинству. Главное слышать, в том числе и восточные регионы. Грибаускайте заявила, что в каждой европейской стране есть меньшинства, имеющие несколько отличные взгляды. Однако, несмотря на это, они остаются большими патриотами своего государства. Первой и основной задачей, это чтобы президент работал для всех и был президентом всего народа, а не для отдельных групп людей. Самое главное слушать и слышать, в том числе и ваши восточные регионы. Они тоже имеют право на свою индивидуальность, на свою особенность. У нас тоже есть меньшинства, в любой стране в Европе есть меньшинства. Но все люди, во-первых, украинцы, должны чувствовать себя патриотами своей страны. Президент Беларуси Александр Лукашенко выразил уверенность, что новоизбранный президент сдержит слово относительно стабильности ситуации в стране и сохранения ее единства. Лидер Беларуси не считает сложившуюся ситуацию катастрофической. По его словам, вокруг Украины слишком много словесных нагнетаний. А первое, что должен сделать Петр Порошенко, остановить военный конфликт. Никакой войны. Самый главный вопрос, чтобы не было сейчас войны. Самое главное, успокоить население. Задача и наша, белорусов, и поляков, прежде всего, помочь стабилизировать ситуацию в Украине. Президент Совета ЕС Херман Ван Румпей в Твиттере написал, что победа Порошенко в первом туре показывает решимость украинского народа на пути восстановления стабильности и преодоления трудностей. Он заверил президента Украины в преданности и намерениям ЕС поддерживать Украину. Помочь Украине финансово сегодня пообещали представители Японии. Страна восходящего солнца решила предоставить полтора миллиардов долларов для того, чтобы поддержать украинские реформы. Средства, в частности, пойдут на поддержку беженцев, погадающих восток страны. Наталья Пругар, Владислав Клишаков, БТБ. Петр Порошенко принял командование вооруженными силами Украины на Софиевской площади. Начальник генштаба генерал-лейтенант Михаил Куцин представил главе государства командующих видов войск Украины. Также прошла церемония поднятия флага Украины и марш почетного караула под казацкий гимн. На церемонии присутствовал Андрей Луценко. Софиевская площадь – самое сердце столицы Украины. Еще в пятницу днем здесь продолжались последние репетиции почетного караула и оркестра. В ночь на субботу здесь проходили завершающие работы коммунальных служб, которые устанавливали последние турникеты, чтобы все жители и гости столицы Украины смогли лично пронаблюдать за церемонией инаугурации президента. Ну и, как выяснилось, уже в субботу, похоже, даже погода благоволит организаторам. Обещанные синоптиками дождь и гроза, как видим, не состоятся, а значит, ничто не омрачит. Официальное вступление Петра Порошенко на должность президента страны и верховного главнокомандующего вооруженными силами. За полтора часа до начала церемонии на Софийской площади прошла генеральная репетиция приветствия президента почетным караулом. Тем временем прибывали правоохранители, ответственные за безопасность на мероприятии, в том числе на крышах окрестных зданий. За полчаса до приезда президента площадь наполнили тысячи киевлян и гостей столицы. Петра Порошенко они встретили громкими аплодисментами. Далее президент, как верховный главнокомандующий, принял командование вооруженными силами Украины. Начальник генштаба генерал-лейтенант Михаил Куцин представил главе государства командующих видов вооруженных сил Украины. Петр Порошенко после принятия рапорта начальника почетного караула обошел строй военнослужащих трех видов вооруженных сил Украины и поприветствовал бойцов. Петра Порошенко Петра Порошенко еще раз поприветствовал пришедших на инаугурацию украинцев. По завершении церемонии зрители не скупились на эмоции от увиденного. И погода прекрасная, и само мероприятие, процедура прекрасная. И президент хороший. И президент нас радует. Петр Алексеевич, видно, что это президент с огромным достоинством. Я считаю, что это очень исторический такой момент. Не только для Украины, но, я думаю, для Европы тоже. Слава Богу, что все прошло мирно, хорошо. Высказали пришедшие и свои пожелания к новому президенту. Просят успокоить ситуацию на Донбассе, пресечь коррупцию и чтобы Украина вошла в состав ЕС. Андрей Луценко, Станислав Кропольницкий, БТБ. Украина и Канада могут открыть новую страницу двусторонних отношений. Об этом заявил президент Украины Петр Порошенко во время встречи с премьер-министром Канады Стивеном Харпером. Гарант выразил благодарность стране кленового листка за поддержку украинского народа. Глава правительства Канады, в свою очередь, отметил, что его государство солидарно с украинским народом и верит в его европейское будущее. Мы благодарим Канаду за поддержку Украины, украинского единства, солидарность и борьбу за территориальную целостность и независимость. Мы знаем, что в Канаде проживает многочисленная украинская диаспора. Канада – первое государство, признавшее независимость Украины. И мы рассчитываем на вас, как на ближайших друзей. Поэтому считаю символичным, что вы – первая официальная делегация, с которой я встретился как президент. Я здесь от имени правительства Канады и хочу выразить нашу солидарность с правительством Украины, так как вы боретесь за ваше единство, свободу и территориальную целостность. Украина ожидает от России признания результатов выборов. Об этом Петр Порошенко сказал на встрече с президентом Германии Юахимом Гауком. Также наша сторона призывает отменить решение Совета Федерации о возможности использования войск на территорию Украины и закрыть российскую границу, через которую на территорию нашей страны попадают террористы. Более того, официальный Киев ожидает освобождения заложников на востоке страны. Одним из шагов урегулирования ситуации в Донецкой и Луганской областях глава государства видит в децентрализации власти. Через несколько дней мы объявим о прекращении огня и предложим решительные шаги по децентрализации власти и амнистии, которая распространится на всех, кто не совершал тяжких преступлений, убийств гражданских лиц и украинских солдат. И мы готовы провести досрочные местные выборы для того, чтобы те, кто живет сегодня в Донбассе, сформировали и выбрали своих представителей, готовых говорить о будущем Донбасса в составе единого суверенного украинского государства. Вице-президент Соединенных Штатов Америки Джосеф Байден поддерживает инициативы, изложенные в инаугурационной речи президента Украины Петра Порошенко. Об этом он заявил во время встречи с новым главой государства. Байден подчеркнул, что сейчас появилось окно для мира, им нужно воспользоваться. Для помощи украинскому правительству в проведении ключевых реформ Соединенные Штаты выделят 48 миллионов долларов. В свою очередь президент заверил американского вице-президента, что Украина будет надежным партнером США на международной арене. В ближайшее время может состояться прорыв в решении кризиса в Украине. Такое мнение сегодня высказал госсекретарь США Джон Керри. Он считает, что ключ к решению украинских проблем находится в Москве. И надеется, что российское руководство сделает все возможное со своей стороны, чтобы остановить кровопролитие на востоке Украины. Тогда мировому сообществу не придется применять новые санкции. Мы надеемся в ближайшие несколько дней увидеть некоторые шаги, которые позволят снизить напряженность. Возможно, будет принято решение о прекращении огня. Возможно, Россия сможет убедить сепаратистов сложить оружие и оставить захваченные административные здания. Я уверен, есть способы двигаться в данном направлении. Мы ждем помощи от России и надеемся, что нам не придется переходить к более серьезным санкциям. Спасибо. Иностранные эксперты и политические лидеры возлагают большие надежды на пятого президента Украины. Политический аналитик, колумнист британского ресурса Open Democracy Николай Николов предполагает, что на Западе от Порошенко ждут твердости позиций в проевропейской ориентации страны, а также жестких шагов в решении социальных и экономических проблем. Предлагаю послушать прямую речь. Все ожидают, что Порошенко запустит процесс стабилизации в стране. Порошенко очень опытный старой закалки. Он был частью правительства Януковича. Однако он принципиально другой тип олигарха. Он не просто владеет газовой трубой и постоянно просит денег на это. Как примеру, часто ведет себя ваша элита. Порошенко производит что-то. Он сделал свой бизнес. Так что он – совершенно другой тип политика. И я думаю, сейчас он не разыгрывает старую карту баланса между Западом и Востоком. Кажется, что он довольно целеустремлен в вопросе переустройства Украины, её демократизации и ориентации на Запад. Проходят встречи. На 27 июня запланировано подписание соглашения об ассоциации. После этой даты, насколько я помню, Молдова и Грузия запланировали подписать ряд документов с ЕС. «Мне кажется, на Западе все ожидают, что Порошенко будет непоколебим в выбранном направлении, что он будет принимать реальные, действенные шаги для борьбы с кризисом. Помнится, он уже несколько раз заявлял, что не позволит сепаратистам в дальнейшем дестабилизировать обстановку. Он также должен быть жёстким в своей борьбе с террористами. Мне кажется, есть огромные надежды на то, что он продолжит с тем же энтузиазмом, с которым начал, учитывая тот рейтинг, который он получил на выборах». Многие мои друзья украинцы в Лондоне и США голосовали за Порошенко по той причине, что видели в нём лидера, который сможет построить новую, не погрязшую в коррупции Украину. Официальное вступление Петра Порошенко в должность президента Украины поспособствует скорейшему регулированию кризиса на востоке страны. Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Андерс Вокрасмусен. По его словам, Альянс не оставит новой украинской власти без поддержки. В данное время завершается разработка плана помощи Украине. Военный блок готов помочь нам в проведении реформирования системы безопасности и оборонного сектора в рамках комиссии Украина-НАТО. Украина прилагает все усилия для освобождения заложников на востоке страны, в том числе и представителей миссии ОБСЕ. Об этом премьер-министр Украины Арсений Яценюк заявил во время переговоров с председателем этой международной организации, президентом Швейцарской конфедерации Дидье Бургхальтером. Глава правительства отметил важную роль миссии ОБСЕ в Украине. Арсений Яценюк в очередной раз призвал Российскую Федерацию выполнить женевские договоренности. Пропавшие наблюдатели ОБСЕ находятся в Северодонецке, Луганской области. Об этом сообщил один из лидеров террористов Андрей Пургин. По его словам, это гарантия того, что город не атакует силы антитеррористической операции. Напомню ранее, Служба безопасности Украины установила непосредственную причастность казацких военных структур к похищению представителей ОБСЕ 29 мая. Силовики перехватили ряд телефонных переговоров. Лидер одного из таких формирований Николая Казицына с главарями террористов. Из разговора следует, что о задержанных наблюдателях ОБСЕ знают в Кремле и именно оттуда поступают указания, что с ними делать. Позвонили офицер связи, Игоря позвонил. Просил передать, чтобы там у вас задержаны четыре этих ОБСЕ-шников. Если у вас есть возможность, чтобы вы их отпустили. Но это то, что мне попросили вам передать, то я передаю. Сережа, у меня есть те, кто у меня есть, понимаешь или нет? Вот, они мне сказали, что об этом, знаешь, даже первый, ничего этого не надо делать, понимаешь или нет? Скажи, там в курсе делов, что у Белокамерной. Мне уже тут предлагали и деньги, и ты за них, и все остальное, понимаешь или нет? Ну, ясно, ясно. Нет, я же пока... Я говорю, передай, скажи, там, скажи, что нормально, все согласовано. Украина нуждается в новом международном соглашении с гарантиями своей безопасности и территориальной целостности, которое должно заменить Будапештский меморандум 1994 года. Об этом после инаугурации президента Петра Порошенко завеял экс-президент Польши Александр Квасневский. Он также считает, что Украина готова к диалогу с Российской Федерацией. Польский президент сказал, что официальный Киев готов работать и договариваться с Россией. Вопрос лишь в том, каким будет российский ответ. По мнению Квасневского, у нового президента Украины есть реальный план выхода из кризисной ситуации. Даже вчерашняя, короткая, на несколько минут, встреча Порошенко с Путиным дает надежду на урегулирование кризиса. Нужно начать переговоры. Также очень хорошее предложение, чтобы те, у кого есть оружие, сложили его. Предложение амнистии для тех, на чьих руках нет крови. Это все очень хорошие предложения. Порошенко предложил реальные и значимые шаги. Диалог с президентом Порошенко возможен. Однако в ближайшее время официальные визиты в рамках российско-украинских отношений пока не планируются. Об этом заявил посол России в Украине Михаил Зурабов. По его словам, Владимир Путин считает нового президента Украины серьезным партнером для диалога стран. Дипломат отметил, что сам факт встречи президентом в двух стран и присутствия на инаугурации посла России сигнал к тому, что мы готовы возобновить диалог. Тем не менее, накануне президент России в очередной раз огласил условия, которые должна выполнить Украина, дабы переговоры начались. Я думаю, что это нужно сделать немедленно. Нужно немедленно прекратить карательную операцию на юго-востоке Украины. Только так можно создать условия для того, чтобы начать реальный переговорный процесс со сторонниками федерализации. Ведь до сих пор им никто ничего конкретного не сказал. Никто ничего конкретного не предложил. Самолет с гуманитарной помощью Ан-26 под Славянском был сбит из российского переносного зенитно-ракетного комплекса. Об этом сообщил руководитель Центра военно-политических исследований Дмитрий Тымчук. Сейчас фрагменты ракеты исследуют украинские специалисты. ФЗРК «Верба» только в конце мая этого года поступил на вооружение российской армии. Напомню, при выполнении задания трое членов экипажа самолета Ан-26, сбитого вчера под Славянском, погибли. Еще трех человек удалось спасти. Где они находятся в больницах, один из них ранен. Пилоты сделали все возможное и ценой своей жизни не допустили падение самолета на жилые кварталы. По оперативным данным группы информационное сопротивление. Ситуация вокруг пункта пропуска из Варина на границе с Российской Федерацией стабилизировалась. По данным пограничников, нет оснований полагать, что террористы, ранее выдвинувшие ультиматум, смогут осуществить свои угрозы. Напомню, ранее боевики потребовали от пограничников покинуть пункт пропуска до 21.00. В случае невыполнения террористы обещали блокировать объект и уничтожить личный состав. В Донецке совершено покушение на председателя Верховного Совета, самопровозглашенной ДНР Дениса Пушилина. Сам Пушилин не пострадал, однако убит его помощник, депутат Верховного Совета ДНР Максим Петрухин. Нападавшие стреляли на ходу из автомобиля и сразу скрылись с места происшествия. Очевидцы сообщают, что стрельбе предшествовал конфликт между группами террористов. В так называемой ДНР заявили, что не захватывали Карловское водохранилище, а проверяли исправность механизмов. По словам пресс-службы ДНР, их представители пришли на место, чтобы проверить исправность технического механизма перекрытия и подъема шлюза на дамбе Карловского водохранилища. Так как все работает без перебоев, щиты возвращены в исходное положение. Ранее пресс-служба ДНР сообщила, что вооруженные люди прибыли на дамбу Карловского водохранилища и начали сброс воды. Позднее власти сообщили, что сброс воды эти лица прекратили, однако дамбу пока не покинули. Одесса встретила детей из Луганска, юные пассажиры поезда, ученики региональных школ-интернатов и пациенты реабилитационных центров. Ранее представители так называемой Донецкой Народной Республики не разрешали поезду «Укрзалезнете» увезти почти полтысячи луганских детей-сирот. Дополнительный поезд выехал со второй попытки. В Одессе гостей ждут летние лагеря и пансионаты. Сначала хорошо, потом стало страшно, когда бомбили. Ховали из подвала. Все они уже распределены, вы видите автобусы, которые их ждут. Будут работать психологи, будут работать медицинский персонал, так как многие из этих детей побывали под пулями и видели то, что не должны видеть даже взрослые, а не то, что дети. Пробудут они у нас до конца августа. Если только, не дай бог, что-то случится, то, естественно, мы детей оставим на учебу у себя. Украинские ученые принимают активное участие в международных космических программах. В частности, именно благодаря их работе удалось сделать большой скачок по исследованию магнитных бурь. Подробности в сюжете. Сильные магнитные бури влияют на разные стороны жизнедеятельности на Земле. Они могут вызывать как проблемы в работе электротехнических приборов, так и негативно отражаться на здоровье людей. Магнитные бури — это вещь довольно опасная. Они могут переводить к разным вещам, типа колебаниям просто магнитного поля самого по себе. Возникают сначала высокочастотные, низкочастотные, потом они идут в ОНЧ-диапазон. ОНЧ-диапазон очень опасен для здоровья окружающего животного мира, в том числе и людей. Поэтому люди себя плохо чувствуют. На сегодня, чтобы открыть тайны космической погоды, ведутся сотни исследований во всем мире. Но украинские ученые сумели добиться наилучших результатов в этом направлении. Мы делаем то, чего не умеют делать другие. Мы умеем предсказывать космическую погоду, а конкретно магнитные бури, на 3-4 часа вперед. Это один из лучших результатов в мире. Более того, мы умеем не просто словами все это делать, мы умеем это делать на уровне конкретных разработок. Также ученые работают над обработкой космических данных. Ведь современные спутники можно использовать для решения различных задач на Земле. Использование данных дистанционного зондирования Земли для практических задач. Например, сельского хозяйства, предупреждение и отслеживание последствий катастроф, таких как наводнения, засухи. Это серьезная цепочка исследований, внедрений, которая состоит не только из процесса получения космических данных. Очень важно их уметь применять. Чтобы пользоваться спутниками, ими нужно точно управлять, а в космическом пространстве делать это весьма сложно. Без правильной ориентации аппарата не удастся получить необходимый результат. И украинские ученые преуспели в этом деле. Поскольку космос это безвоздушное пространство, то есть любое воздействие на спутник, оно может иметь разные последствия. То есть, когда мы достигли заданной точки над поверхностью, мы должны это вращение прекратить и сориентировать так, чтобы ось направлялась именно на ту точку, на которую нам необходим. При этом нам нужно использовать измерительные приборы. Несмотря что большинство разработок Украины проводится в кооперации с иностранными государствами, научный потенциал позволяет самостоятельно решать космические задачи в масштабах государства. Украина, мы вообще должны осознавать, что мы нация, которая умеет создать ракету, космический аппарат, запустить его в космос, эксплуатировать, получать данные и обрабатывать их. Только за последние десятилетия Украина стала официальным участником девяти международных космических программ. В общем, за время независимости было совершено 132 старта украинских ракетоносителей. Они вывели на орбиты до 300 спутников. Узнайте все тонкости украинских космических исследований в программе «Золотой запас Украины» завтра в 9.15 на нашем телеканале. Скутер – самый распространенный транспорт в Китае, но экземпляр, на котором передвигается местный изобретатель Хеллен Чай, заставляет людей оборачиваться ему вслед. Трехколесная тележка собрана с чемодана и деталей скутера. Чемодан на колесиках способен разгоняться до 20 км в час и может за один раз проехать до полусотни километров. Заправлять его не надо, он питается от батареи, весит всего 7 килограммов и легко превращается в обычный чемодан. В Таллине в эти дни проходит слет любителей мотоциклов «Харли Дэвидсон». Данное мероприятие считается крупнейшим в Европе. В столицу Эстонии прибыло более 10 тысяч байкеров из разных стран. Несмотря на огромное количество участников, тут не найти двух одинаковых мотоциклов. Особенность их в том, что владелец может легко изменять их, как пожелает. Хотя основные мероприятия проходят за чертой города, слет, одетых в кожу байкеров, вызвал недовольство простых таллинцев. Люди жалуются на сильный шум от рева моторов, а эстонская полиция задерживает мотоциклистов десятками за вождение в нетрезвом виде. Если выпили, никогда не садитесь за руль. Лучше оставайтесь дома, садитесь на диван, включайте БТБ и смотрите новости. Тогда будете знать обо всем, что происходит в Украине и мире. Спасибо, что этот день вы проводите с нами. Надеюсь, так будет и далее. До встречи ровно в 22.00. Субтитры создавал DimaTorzok